Александр, все связано было с дзен изначально, но с культурой, поэтому отдаю микрофон, я вам модератору второй микрофон, на этом начнем. Так, проверка связи чудесна. Что ж, коллеги, друзья, предлагаю начать с такого чудесного момента, как китайские корни всех тех замечательных дисциплин, которые мы в нынешнем заезде с вами изучаем. На самом деле, я уже успела побывать на некоторых практических занятиях, и так или иначе, каждый из мастеров упоминает какие-то отсылки на китайскую культуру, на китайское происхождение. Возможно, вы тоже обратили внимание, и возможно, вы сможете вспомнить это прямо сейчас. В свою очередь, я начну говорить о тех искусствах, которые ближе лично мне. Это шодо-каллиграфия и садо, то есть чайная церемония, которой с нами пока что не случалось, но которая у нас на горизонте. Я попрошу коллег в какой-то момент остановить меня, потому что я могу говорить достаточно долго про эти вещи. Саша, а у меня обращение к залу. Если будут вопросы, есть уникальная возможность задать вопросы специалистам. Почему? Потому что мы выяснили, что не все знают японский, не все владеют флейтой, поэтому какие-то вопросы, которые, может быть, в плане теоретическом непонятны, что-то хотите узнать, можно. Но давайте сначала Александр немножечко расскажет, потом вопрос, хорошо? Записывайте себе пока вопросы, задавать можно будет. Саша, конечно. Чудесно, спасибо. Итак, китайские корни. Если мы говорим про чайную церемонию и каллиграфию, я в своей речи буду использовать эти термины, хотя мы с вами говорили, что они не вполне корректны. Итак, действительно, и то, и другое напрямую связано с Китаем. Итак, аспект, связанный с каллиграфией, мы с вами уже обсуждали о том, что иероглифы напрямую пришли из Китая в Японию и уже там распространились. До сих пор обучение каллиграфии в Японии, в современной Японии, напрямую связано с процессом переписывания сутр, переписывания китайской классической поэзии. Так что след китайского происхождения в японской каллиграфии остается до сих пор. Его не скрывают, не замалчивают. Это тот аспект, который по-настоящему важен. Другое дело чайная церемония. Здесь китайские корни все еще очевидны, но не настолько. Мы с вами отдельно будем об этом разговаривать, но пока что пару слов на затравку. Чай. Сам чай пришел из Китая в Японию. Конечно же, есть исследования, которые доказывают, что в Японии тоже растет чай, но он не самого лучшего качества. Поэтому мы знаем из исторических книг следующее. Чай попал в Японию из Китая. В какой-то момент, 12-й век нашей эры, монах по имени Эйсай привез в Японию учение о школе Ринзайдзен, а также чайные кусты, которые высадил, и с тех пор в Японии развивается чайная церемония. Конечно же, развивается с подачи некоторых китайских идей. В первую очередь, это, конечно же, буддизм. Очень важное ветка развития чайной церемонии в Японии связана именно с буддизмом. Однако итоговый формат, к которому чайная церемония пришла, он абсолютно уникален. И в том виде, в котором чайная церемония сложилась к XVI веку в Японии, и в том виде, в котором она существует сейчас, это абсолютно уникальный концепт. Насколько он прекрасен и насколько уникален мы, опять же, будем разговаривать отдельно, чтобы не уйти от мысли слишком далеко. И здесь, и там, очевидно, связь с Китаем. Причем связь эта настолько плотная, настолько яркая, которая является буквально основой формирования того или иного искусства в Японии. Что-то попадает в Японию из Китая, и потом в Японии уже развивается, получает самостоятельное развитие. То есть японские дисциплины, они, конечно же, уникальны, самостоятельны и самобытны, но имеют китайские корни. Это, пожалуй, такая примечательная черта японской культуры, умение переработать поступающий материал, переосмыслить его и вложить в него новые понятия. Чтобы не задерживать вас слишком долго на исключительно моем монологе, я приведу, к примеру, Александра. Вас приведу. Прошу прощения, не вас, следующего Александра. Помню, как вы вчера рассказывали как раз-таки про китайские корни. Да, собственно, это еще одно доказательство того, что все те искусства, которые мы сегодня с вами обсуждаем, напрямую связаны именно с Китаем. Даже, казалось бы, Шакухачи, вроде бы, более поздный период, это уже период, когда Япония сложилась как самостоятельное государство. Однако, здесь тоже прослеживается связь с Китаем, и я передаю совету вам продолжить эту линию повествования, может быть, не с таких очевидных сторон, как освещаю я, но про вещи, которые более связаны с творческой частью, какое-то творческое заимствование, может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте я лучше сыграю. Это все, что я могу сказать. А, зайдем. Как раз вот по поводу Рэнзая, это тоже Ксикухачи, это ответвление цэн-буддизма от китайского, цэн-буддизма от Рэнзая, линия. То есть, тоже из Китая все, как обычно. Вот. И сейчас я сыграю. Но на самом деле, действительно, есть несколько историй, как все это пришло. Например, есть история о том, как из Китая некий ансамбль пришел в Японию, и дали послушать нынешнему императору, то есть, тому живущему. И он послушал, говорит, вот эта флейта, которая в составе этого ансамбла, китайского ансамбля, он говорит, она очень дезкомодную какую-то вгоняет в этот ансамбль. Давайте мы ее уберем из нашего варианта, и наш вариант будет без этой флейты. Как раз эта флейта была Сикухачи. Вот. Она как бы исчезает из ансамбля, и этот ансамбль называется «Гагарку». Если кто-нибудь когда-нибудь хотел кого-нибудь пытать, попробуйте дать ему послушать ансамбль «Гагарку». Я уверен, человек через две минуты сознается во всем, в чем угодно. Лишь бы это остановилось. Вот. Я люблю тебя, так сказать, ну, так очень утонченной музыки. Ну, тут, конечно, это будет... Ну, у меня одна флейта, я долго же сейчас не смогу. Секунды две. Особенно от Лука. Ну, немножечко, да, чтобы возвратить и экспертов, и чтобы понимали немножечко участники, про что мы говорим. Ведь конечным результатом, наверное, нашего семинара, на мой взгляд, наверное, является то, как правильно сформировать в себе и в наших учениках зрелую гармоничную личность. Это умение контролировать свои эмоции. Это умение контролировать свой внутренний мир. И вроде бы разные специалисты разных направлений, да, где чайная церемония, флейта, да, далеки друг от друга. И тогда вопрос сразу же вот экспертом, и потом расскажите. Что дает гармонию? Флейта. Почему флейта влияет? Ну, на самом деле, не только флейта. Вот любое японское искусство пронизано, во-первых, дзенской практикой, спокойствием. То есть человек, чтобы нарисовать черту, чтобы налить в тяван кипяток, чтобы издать звук, нужно, во-первых, внутренняя спокойность. Иначе ничего не получится. Вот многие здесь пытаются извлекать звук и очень сильно дурить. Как будто, я не знаю, там, ну, от этого зависит жизнь. Но на самом деле, чем меньше стараешься, тем лучше получается. Расслабленное тело, и расслабленный ум, и только тогда получается на звук. Тот, который нужен. Например? Звук. Звук. Звук, как всегда, да. Да. Ну, смотрите. Если я буду сильно дурить, ничего не происходит. Вот так. Я расслабляюсь, и все. Недивидное, спокойное дыхание. Как будто я иду по улице. Все. Спасибо. А как в цигун? В недивидном дыхании. Цигун с флейтами дела не имеет. Нет, вообще, цигун – это энергия, которую китайцы используют для всего. Хотите для игры для флейты, хотите для тренировки спортсменов, хотите для написания книги. Если вы что-то делаете с энергией, то у вас непременно будет результат другой. Поэтому цигун – это то, что китайцы развивают испокон веков и пытаются понять, а как именно энергии способны улучшить их жизнь. Улучшить и сделать так, чтобы они просто природные энергии были, а уметь управлять ими. Чем человек более развитый, более гармоничный, уровень его энергии он повышается. То есть здесь мастера все своего дела, они уже почувствовали какую-то энергию, может быть, они даже сами не подозревают об этом, но у них уровень энергии достаточно высокий. И чем дольше они занимаются, он у них растет. Через музыку очень ярко можно чувствовать, когда певец поет, у него мощная энергия, так или иначе вы обратите на него внимание. Шоу-голос, например, который был, часто слышали, вроде хорошо ребята поют, никто к ним не поворачивается. Это именно связано с энергиями, которых у человека может быть много, которым он только звук первый сдал, а когда все четыре человека к нему уже обернулись. То есть это, наверное, есть энергии, которые мы не всегда чувствуем, и, может быть, не все пытаются их почувствовать, но они есть. И китайцы, они испокон веков пытаются привнести эти энергии в свою жизнь. Просто вы идете по улице, просто вы играете на флейте, как профессионалами вы занимаетесь. То есть чем больше у вас энергии, тем вы ярче по жизни. Наверное, так. Как почувствуете эту энергию? Ну, понаблюдайте за известными, сильными личностями. То есть там от них будет энергия ощущаться сама по себе. То есть если просто, по-простому. А так через занятия, цикут, простые люди вполне могут увеличить свои ощущения. А можно провести такую аналогию? Зависит это от степени мастерства человека? В чем-то? Ну, смотрите, мастерство – это то, что нарабатывается с годами. Энергии, они тоже приходят постепенно, и они не придут резко. Если они пришли резко, они и уйдут резко. Когда вы наработали какой-то результат постепенно, у вас также энергия будет долгое время держаться. Поэтому мастерство, чем вы занимаетесь? Ну, кунг, кунг – это само по себе мастерство. Да, чигунг – энергия, искусство владения энергии. Поэтому любое ваше кунгфу, мастерство, оно, безусловно, будет с энергией. Иначе вы до мастерства и не дорастете. Спасибо. Вы подогласны вопросы, записывайте. А я немножечко перехвачу инициативу. Так трудно сидеть молча. Но мы ведь дело имеем с приобретенными навыками. Все согласны с этим? Вот взглянув и послушав мастеров, хочется как простому обывателю спросить, вот занимаясь всем этим, какой навык я приобрету в жизни, который мне поможет коммуницировать, получать социальный статус, научиться нравиться людям, понимать себя, через понимание себя понимать других, ну и в конце концов, такой вот обширной фразой, делать мир вокруг себя лучше. Вот я бы хотел этот вопрос, вот с точки зрения обывателя, задать каждому мастеру, который здесь у нас присутствует, вот я просто передаватель, ну и ответить на этот вопрос. Какой навык мы можем получить, приобретенный, для того, чтобы сделать мир лучше вокруг себя, внутри себя и сопределами своей личности в форме коммуникации, общения с людьми, по крайней мере, наверное, я скажу за всех, постараюсь, и когда человек занимается, например, вот флейкой, человек приобретает спокойствие, то есть вся агрессия, которой он был, внешний, внутренний, со временем это все уходит, потому что это спокойный выдох, постоянно глубокий вдох, быстрый, и длинный-длинный выдох, пока вот в глазах не темнеет, выдыхаешь, потом снова, и вот эта циркуляция со временем становится внутренней, ты спокойный, как удар, просто мало что тебя может, скажем так, разволновать или еще что-то, да, то есть агрессия уходит на нет. Я думаю, что занимаясь сегуном тоже, человек становится более спокойным, володей, мечом или кистью, то есть все это становится, человек более спокойный, а боевое искусство это еще хуже, когда человек осознает свою силу, то агрессия вообще ему противопоказана, иначе это просто уголовщина сплошная, поэтому чем сильнее человек становится, тем должен быть он более спокойным, и обходить темные углы, не дай Бог там кого-нибудь встретить, придется бежать, потому что если что, сидеть-то придется. он хотел отмолчаться, просто видно, что Александр очень сильный человек, очень скромный, 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 спасибо, но на самом деле, наверное, так оно и есть, вот, а вообще я хотел бы сказать, что практика у меня действительно большая, даже очень большая, ну, всю жизнь, сколько ни знаю себя, я всю жизнь занимался единоборствами, у меня вот даже, когда я тогда шестой данный получил в Японии, у меня местное телевидение брало интервью, и вот я подробно рассказывал, да, как я к этому пришел, как к Айду пришел, как я туда попал, и по большому счету, как я сам себя переточил, потому что вот эти практики, которые включают в себя такие активные виды, как бокс, там, другие виды единоборств, не буду сейчас их всех перечислять, буду для них делать рекламу, вот, но они требуют как раз, вот, такого внутреннего всплеска, для того, чтобы попробовать это на деле, и вот все остальные, особенно вот сейчас, вот эти новые дисциплины, ММА, где все там повернуты, вот на этом насилии, на жестокости, там, и прочее, и прочее, и думают, что это хорошо, на самом деле, это грустно и печально, особенно, понимаю, к чему это все может привести, как к травмам, так и к последствиям более глубокого масштаба, там, некоторые там, даже погибают, умирают, и такие дисциплины, именно, которые включают в себя внутреннее содержание, внутренний мир, где раскрывается именно вот этот потенциал, через взаимодействие, через гармонию, через дыхание, через умение видеть, смотреть, осмыслять, они, прежде всего, формируют вот эту личность, личность человека, которая на сегодняшний момент нам просто крайне необходима, я вот был на заседании РДДМ у нас, в Межгородской области, как представитель Вымплова, и вот там как раз был вопрос о формировании воспитательного процесса нашего поколения, и вот они сидели все и задавались вопросом, как они будут воспитывать молодежь, каким образом, то есть, мне было очень интересно, учитывая, помимо всего прочего, что я еще педагог-психолог, попаду в психологию, детская педагогия и психология, то есть, причем дипломерные специалисты, как это все они хотят воплотить в практике, а по большому счету, никак они это не воплотят, потому что для этого существуют вот действительно такие сложившиеся системы, как айкидо, как джюдо, яйдо, кюдо, где за основу даже в Японии взяты именно эти дисциплины, где они прежде всего учат еще терпению, добродетель, скромности, уважению, то, что на сегодняшний момент у нас просто-напросто отсутствует. Когда моя супруга, сейчас она является президентом городской федерации областной федерации стрельбовизлока, тоже подтянулся, да, первый увидел мои тренировки по яйдо, такая, ты, говорит, пришел, а что ты, говорит, устал-то? Ходишь и кланяешься, ходишь и кланяешься, вот я смотрю, три часа ходишь и кланяешься, а что ты там ничего не делаешь, там вообще меч вытащил за сумку. А тогда еще тоже, когда все это начиналось, у меня со зрительного зала, там одни эксперты тоже смотрели там, ну и что он показывает, что он не отстреливает. А так хочу, на самом деле, недавно умерла Ямада Мидори, мастер чайной церемонии, я был ее учеником, она приезжала к нам в Нижний Новгород неоднократно, вот, и я у нее был практику по чайной церемонии, раскрыла нам несколько секретов чайных церемоний, сути чайной церемонии, как таковой чай там вообще не нужен, как таковой, если брать за основу японское понимание. То есть, по большому счету, тоже медитация и провокация, то есть, для того, чтобы человек уметь раскрыть и показать, что он из себя стоит и чем это для него может закончиться априори. Вот, выйдет он достойный этим или нет. И поэтому, вот, хочу маленькую историю рассказать. Значит, когда я первый, ну, был один раз в моих посещении Японии, для меня мои друзья сделали чайную церемонию, сказали, да? Приносят, значит, цепан, приносят эту печенюшку, так называемые японские сладости, которые есть абсолютно невозможно, они вот этот тертый рис сухой, ну, и я такой из деликатности раз, так, как бы, откусил немножечко и положил ее. Не, японский, не знаю. То есть, если ты ее съел, ее надо обязательно доесть. То есть, как бы, это не принято ее оставлять, то есть, вот, там, откусил и все положил. А чай-то уже кого-то нет, там, его и так чуть-чуть, я уже его выпил. Да, три глотка. И я такой думаю, раз, и она такая, села напротив меня, а там надо, говорит, все самодессу сказать, большое спасибо за угощение, и я беру эту чеку. Печенюшку туда хлоп, в рот засунул, и думаю, я ее сейчас проглочу. А она у меня, зараза, в горле застряла, и я ее не проглотить, и не прожевать, и не запить, и не сказать. И я думаю, если я сейчас скажу, год в соцогладатель, я задохнусь, и умру прямо там, на этом-этом. И она сидит, она чувствует, что я задыхаюсь. Японцы все ржут вокруг меня, прикалываются. Я сижу, мучаюсь, не знаю, что мне, ее выплюнуть нельзя. И как бы, и в общем, я сидел, 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 мучился, мучился, кончил с тем, ей надоело меня ждать, она ушла. Эти ржут, там все до слез. Говорит, Саша, ну что делать надо? Где-то я второй раз заказываю чайную церемонию для того, чтобы ты ее поблагодарил. А кто знает, сколько стоит чайная церемония, 100 долларов примерно стоит, значит, и вот они заплатили специально второй чайную церемонию для того, чтобы она пришла, и я ее поблагодарил. Уже печенюшку я уже не ел. Поэтому, если вам положат, ну его нафиг, лучше любуйтесь ей и смотрите, и никогда не кушайте. Вот такая маленькая история про чайную церемонию. А так, если кому-то будет интересно, я очень много чего могу рассказать, что там как таковое до чая-то вообще дела-то и не найдет. Какой вот такой, если у вас есть возможность не заименаться чайной церемонии, не заименаться? Нет, это, знаете, это определенная практика для того, чтобы понять себя и увидеть со стороны, для чего ты это делаешь. Потому что, ну, например, даже в Японии серьезные компании, ну, то есть, вот мы заключаем бизнес, да, я хочу, например, узнать, кто ты такой, ты, конечно, великий человек, там, туда-сюда, шестой дан, играешь на трете. Ну, а как мне тебя спровоцировать? Я же не знаю. Поэтому я тебя приглашаю на чайную церемонию. И мы тупо с тобой сидим, пью чай. Ну, чай-то нет, и мы сажаем тебя в неудобное положение, и это может продляться до 8 часов. И дальше, кто как поведет, и кому как повезет. А в средневековье, заканчивалось, кракетик. А то и все. Ну, это и радостно. Мастер тени. Так что аккуратно. Прошу лучше приходите на Яйду, там, по крайней мере, быстро сразу. И все. Давайте, вот, вернемся, да, давайте, вот, вопрос опять тогда к каждому. Как? Нет, мы еще не нашли дальше. Давайте, пожалуйста, Да, потому что мы говорим о приобретенных навыках. Навыки, да? Как обувать, Ленку, понять. Кого приобретенных навыков? Микрофон дайте отделить. Ксения, дайте микрофон Дмитрию. Вообще, не так. Чай, не так. Это в диверсии. Пожалуйста, в микрофон. Ну что ж, тогда я тоже со своего условно-края добавлю. Поддерживаю, безусловно, всех коллег. Скажу такое слово, как стрессоустойчивость. Потому что, да, да, 8 часов в невыдомном положении очень сильно влияют на формирование такого замечательного навыка, как стрессоустойчивость. Но, помимо этого, например, искусство каллиграфии и, пожалуй, чайной церемонии учит бережно относиться к вещам. с которыми мы вместе сосуществуем в пространстве. В целом, чайная церемония и искусство каллиграфии неизбежно знакомят человека с такими важными атрибутами, как кисть, тушечница, чайная чаша. И, как всем этим элементам, нужно выражать должное уважение, нужно хорошо о них заботиться. и так что, да, я полагаю, все эти искусства прививают также умение заботиться о своих вещах, заботиться и бережно к ним относиться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С точки зрения цигун, ну, наверное, не назову это безразличием, наверное, назовем это самодостаточностью. То есть, вы выходите на такой уровень, когда, в принципе, у вас все есть. И оно на самом деле приходит, деньги вас не волнуют, они, в принципе, есть, социальные связи у вас тоже есть, потому что энергии, когда много, оно само как-то тянется. То есть, вы не замечаете, оно вроде рядом с вами. Поэтому, наверное, одно из то, что вы приобретете, это самодостаточность. И вследствие этого пойдет желание помогать уже обществу и другим. Наверное, это и будет основными критериями, когда вы стали общественно активным человеком, вы помогаете, ваши поступки направлены именно в хорошее русло. Это, наверное, и будет то, к чему, наверное, вы, может быть, и не стремитесь, но вы к этому придете. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я попробую дорезюмировать, да, чуть-чуть. Получается, мы получаем спокойный, сосредоточенный, стрессоустойчивый и решительный. Яйдо. нет, а я, кстати, про Яйдо хотел сказать, да, я так ушел, как это, это Яйдо, это критерия, ну, не важно. Шестое данное. Вот. Есть такое понимание в Яйдо, да, как нужно заниматься весело, дружно, но серьезно. Вот есть такое высказывание, да. И здесь как раз вот через это колоссальный потенциал раскрытия вот этого внутреннего мира человека, ресурса. Потому что на самом деле вот эта тонкая моторика, тонкие движения, они вроде с одной стороны их легко выполнить. То есть, ну, что там, сделал движение, ты все и забыл. А когда ты начинаешь вот это все полировать и начинаешь это все видеть и начинаешь это все многократно повторять и вот это внутреннее, вот это моторика, внутреннее клепание баланса, где ты это понимаешь. А если еще у тебя еще и в руках шинкеновский меч, когда он у тебя уже начинает как бы править, то невольно ты начинаешь смотреть на себя другими глазами и анализировать все каждые поступки. Вот эти поступки, вот эти тонкие крупиночки, они формируют в себе вот эту красоту внутреннего мира. По большому счету, это яйдо, это зеркало отражения души того, кто им владеет. Это вот высказывание Конхукурена одно из высказывает. Яйдо, это из-за души того, кто им владеет. Поэтому через вот такой скрупулезный, долгий труд, но это не обязательно может быть, конечно, яйдо, это все дисциплины, которые с этим связаны, это же, конечно, и айкидо, и другие виды искусств, они формируют, я считаю, формируют наш целостный внутренний мир красоту, где, причем, ну, важна степень, не конечная цель, а цель самого пути, а не результат, чем отличается, да, европейский, нужен конечный, нам результат важен. Здесь нам важен путь, и поэтому, когда приходят, там, дедушки или папа, или там еще кто-то, приводит мальчика, там, трех-четырех лет и спрашивает, а через полгода или года он у него же там будет чемпионом, он никогда не будет чемпионом по дзюдо. Ты стоишь и просто даже, ну, в замешательстве даже не знаешь, чего ответить. Ну, поэтому за этот промежуток еще так не насмотрелся, но в наших руках, особенно в руках экспертов, в руках мастеров, цель и задачи, конечно, научиться и формировать нашу целостность и наш здоровый потенциал на внутренний мир под названием Россия. Россия вперед! Давайте тогда вопросы из зала. Нет, вопрос все-таки. Скажите о дыхании. Через микрофон. Я все-таки настаиваю. Расскажите, как вы используете дыхание в каждом из ваших искусств. Как же все-таки вы дышите и когда не дышите? Что вы делаете на вдохе, что вы делаете на выдохе? Ну, вот все это дыхание то, что есть у всех. Вот как это проявляется через искусство? Ну, дыхание это основа жизни. В принципе, если мы не будем дышать, мы перестанем жить. Вот. А дыхание это если я дышу, значит, я играю. То есть, кухать на самом деле звук вообще вообще не важно. Я в свое время столько раз получал не мечом, но флейты получал по себе за то, что я извлекаю звук, а не дышу или слушаю учителя, как он играет красиво. Он останавливался и... понимаешь, что это прекрасно, и он сделает и тоже. Да. Все кухать, и, оказывается, есть воздействие бумага. Да, да. Вот. Поэтому мой преподаватель говорил, что звук сикухать это вода в реке, которая все время утекает. И даже если есть звук, то он настолько уникален, что есть такое выражение один звук, один губ. То есть, это каждый раз просветление. Поэтому дыхание это основа игры на сикухать. Длинное. Вот короткий вдох и длинный-длинный выдох. Снова. Чуть-чуть отдохнули, опять вдох, длинный-длинный выдох. То есть, каждый раз человек, который начинает играть на сикухать, пытается, то у него выдох примерно где-то звук длится 4-6 секунд. И все это увеличивается, увеличивается. И потом до минуты может спокойно выдохнуть. Вот ко мне приходят люди и говорят, я 10 лет занимаюсь каким-нибудь триатлоном, бегом и так далее. То есть, дыхалка хорошая. Но через 5 минут у человека голова кружится и говорит, я больше не могу. То есть, любое уникальное дыхание, которое никогда не работает в сикухате. в сикуху, если мы говорим о людях, которые только начинают, дыхание, оно помогает войти в некий ритм. Ритм помогает расслабить мозг, ни о чем не думать и уже получать, как говорится, удовольствие от процесса. мастера, они могут делать достаточно длительный вдох и на этом вдохе сделать 3-4 каких-либо движения. То же самое касается выдоха. Вдыхание абсолютно ровное, спокойное. Привязки к движениям у мастеров его уже нету. Единственное, имеет значение то, чем вы дышите. Чаще всего они пытаются разработать так называемый минмен. Он находится у нас на спине напротив пупка. Мин это значит жизнь, мен это врата. Когда в точке минмен жизни много, то в принципе вы обладаете большой энергией. Поэтому раздышивая эту область, считается у китайцев, что вы увеличиваете свой объем энергии. Поэтому как вы дышите большого значения не имеет, а вот из какого места имеет основополагающее значение. Наверное, Алексей Александрович конечно провокационный такой вопрос задал. Он сам прекрасно знает, кто как дышит и дыхание могут абсолютно разные, просто даже спокойные, длинные, уравновешенные, быстрые, молниеносные, задержанные. Как правило все движения в Будо всегда делаются на выдохе. Это основополагающее. В Кюдо в Яйду дыхание это вот просто крайне необходимо и без этого как говорится резто и не будет, потому что мы в это дыхание еще и кеме вкладываем потом впоследствии. как раз сейчас у нас как раз была практика, мы разделяли не только тайминг, но я и показывал как именно правильно дышать в этом тайминге, где есть обязательные точки, и в эти точки мы попадаем, и в точке, ключевые точки именно являются основополагающим вместе с дыханием. Она не может перейти в другую точку, пока ты не отработал свое дыхание. А иначе ты просто задохнешься и функционал у тебя не будет. То же самое и в бросках, например, в джудо, я не знаю, в кидо, наверное, то же самое. Любой ты делаешь в ход и, соответственно, бросок на выдохе. То же самое выстрел в кюдо. все движения, которые мы в 8 позиций, мы, соответственно, все сопровождаем именно с дыханием. То есть и выстрел, когда мы ханары выпускаем, тоже мы часть дыхания мы режем пополам. То есть и, соответственно, у нас происходит вот сам выстрел. Поэтому дыхание абсолютно, сенсей все правильно говорят, это жизнь и основа дыхания это выдох. А вдох он все. Все победили. Что ж, поддерживая продолжая разговор по поводу чайной церемонии. Безусловно, здесь тоже дыхание очень большое значение имеет. Но я также скажу, может быть, кому-то напомню, может, кому-то скажу новую информацию. Чайная церемония проходит в положении сидя. Все эти 3, 4, 5, 6, 8 часов в основном мы сидим в сейдзах, конечно же. И правильное дыхание, спокойное дыхание помогает сидеть безболезненно. Но, помимо всего прочего, конечно же, все движения, которые мы совершаем в рамках чайной церемонии или каллиграфии, они точно также должны быть выверены. Точно также у нас есть какие-то конкретные промежутки времени, в которые нам нужно уложиться, в которые нам нужно попасть. И без спокойного, размеренного дыхания, без контроля дыхания попасть в эти временные отрезки не получается. к тому же, конечно же, прямое следствие, баланс дыхания, контроль дыхания, это также и общее спокойствие. То есть, мы можем ровно и крепко держать кисть только тогда, когда мы правильно дышим. Точно так же и в отношении чайной церемонии. Все движения, опять же, это мелкая моторика, все их мы можем совершать правильно только в том случае, если наше дыхание нам помогает. Если дыхание сбоит, если мы дышим слишком часто, слишком редко, или если дыхание идет неправильным образом, то, конечно же, и движения получаются сбитыми. Так что, безусловно, дыхание обеспечивает нам верное движение. Немножечко добавим наше точку трения психологии. Контроль над своим дыханием это контроль над своими эмоциями. Потому что, научившись контролировать дыхание, мы учимся контролировать свое эмоциональное состояние. Когда мы волнуемся, мы начинаем... Когда мы спокойны, мы дышим очень глубоко. Итак, вопросы из зала. Два вопроса. Первый простой. Представлюсь, да, представлюсь. Меня зовут Дрежнев Андрей с Санкт-Петербург и Гайдо. Первый вопрос, что такое Гайдо? Я, наверное, больше модератором вопрос, потому что не было озвучено вначале у нас тема Будо и Гайдо. Я не знаю, что такое Гайдо. Кто может сказать? писать поскольку я полагаю это в некоторой степени относится ко мне, то мы разделили я полагаю я могу говорить мы за всех нас здесь присутствующих боевое искусство, которое очевидно боевое и изящное искусство, которое относится к боевым искусствам на уровне понятейном и скорее вспомогательном, то есть такие вещи как чайная церемония, каллиграфия, которые мы относим условно, к изящным искусствам, полагаю, Сяко Хач, в том числе. Спасибо. И второй вопрос. Конечно, хочу Вас всех поблагодарить за ту работу и ту вклад, которую Вы делаете во всех нас, но я хочу такой вопрос задать от русского человека, который занимается айкидой, хочу узнать Ваше мнение. Как Вы связываете в себе русский менталитет и японский или китайский вид боевого искусства или изящного искусства? Как у Вас это получается и на чем это основано? Сложно, несложно? Спасибо. Ну, с меня начнем. Например, двух японцев я в православие, так скажем, включил, окрестил. И так потихонечку мы включаем, развиваем русскую культуру в Японии, они уже разговаривают. И Япония без Александра уже не Японии. Так потихонечку у нас и правильно будет японская... Как это сказать? Да, японский автономный образ. На самом деле... Ну, к этому все идет. Потому что убиваться некуда. Поэтому, безусловно, обмен... Мне очень много задавали этих вопросов. Просто даже не представляете сколько, почему я там пропагандирую... Как бы в Нижнем Новгороде у нас... У меня Нихон Бадакай переводится как японский центр, да? И у нас один из мероприятий там... Постоянно у нас как бы японский центр, японский центр. И там все приходят и говорят, вот, там мало что, что-то фигня. Почему там не практикуешь самбо? Там были еще какие-нибудь там славяно-городские борьбы. Почему там жидо? Почему там еще что-то? Почему Япония там? Вот. И это вдоль и поперек. В ход того, не японского японского. Вот, да. И когда я зашел в это учебное заведение. Красота заключается в том, что волей и судеб мне получилась возможность заниматься у действительно настоящих мастеров. У которых ты перенимаешь опыт. Когда я занимался и у Свинкова Сергея Ивановича, такой у нас был великий мастер карате. Калитин Владимир Иванович, который, слава Богу, еще живой. У, значит, эско-сансаэ, где я в Японии. Он, к сожалению, месяц назад умер, мне удалось ему больше увидеть. И поэтому вот это все-все-все, оно движется, погружается. Но это не означает, что они остаются без внимания. Поверьте. И мы через это то же самое и внедряем, и практикуем, и рассказываем, и делимся нашей культурой. Прежде всего. И самобытностью тоже. Начиная от водки, матрешек, балалаек и танца с кинжалами. Все это происходит в Японии. Так что тут все нормально в этом плане. Итак, скажу, пожалуй, вот внезапно, лично за себя, немного в отрыве от коллег. Потому что я... Дело в том, что моя личная история была напрямую связана с Японией. Моя бабушка с Сахалина. Так что в моей семье про Японию рассказывали очень много. С самого рождения я была окружена вот этими историями. И на фоне этого у меня возник интерес, конечно же, к японской культуре. Со школьных времен я увлекаюсь Японией на уровне своего интереса. И впоследствии с такого позднего школьного возраста я поняла, что хочу большей связи с японской культурой в своей жизни. Для меня это связь, которая основана на интересе. На интересе к своей истории и к истории другой культуры. Но, на самом деле, очень часто я не вижу критических отличий между двумя нашими культурами. Безусловно, отличия есть, их много, они достаточно серьезные. Но, в конце концов, в рамках разговоров, в рамках взаимодействия на человеческом уровне, я не могу сказать, что японцы слишком сильно от нас отличаются. И на культурном уровне у меня никогда не было реального такого своего собственного опыта, когда я не могла что-то объяснить или не могла что-то понять из того, что мне объясняли мои друзья или коллеги из Японии. Так что, в конце концов, для меня нет такого большого разрыва между нами. И я думаю, что искренний интерес, искренняя заинтересованность, которая дает основу как раз-таки для последующего обмена, для последующего развития этого интереса со всех сторон, которые принимают в этом обмене участие, я думаю, взаимное желание, взаимное стремление рассказать больше о себе и узнать больше о других, в конце концов, очень сильно облегчает коммуникацию, очень сильно облегчает понимание. Потому что, когда у нас есть действительно желание что-то понять, понять что-то становится намного легче. Но это вот как бы мое собственное впечатление. А я бы еще хотел добавить, что вот синтаизм и наше древнее язычество, они настолько параллельно и аутентичны, что вот где Бог во всем, и что даже неизвестно, и как бы вот тоже про аинов, тоже все мы это знаем, да, кто знает что. Так что тут надо еще подумать, кто от кого как бы, где корни, откуда основа всей жизни. Вот, у меня, я встречался и с аинами в Японии, я общался, и поэтому тут забегая историю, 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 все бросить вперед, поэтому, вполне возможно, когда-то мы, может быть, даже были вместе где-то. Резюмируем, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова